здравствуйте друзья я сейчас пишу вот такую вот картинку три таких березы красавицы думаю будут осенью в теплый солнечный день это этап ну скажем так начало более-менее подробной проработки то есть два ствола подготовлены третий ствол первый слева уже проработаны я вам хочу показать какая фактура как получить такую кору такое дерево так как у вас состояние вы должны здесь вот у вас подготовлено вот так вы подготавливаете мастихином лепите ровняете выводите добавляете счищаете то есть вот просто готовить назовем это черновой работой хотя на самом деле она очень интересная и очень чистая если посмотреть по фактуре и по цвету то есть черновая работа в кавычках конечно то есть это больше такая подготовительная вы подготавливаете вот в таком состоянии таком вот фактуре в такой вот цветовом состоянии вы подготавливаете атмосферу потом вы начинаете прорабатывать вот на этой березе вот на этом стоит видно уже что проработана деталь она написана только холстом простите только мастихина вот вот сейчас посмотрите вот это вот состояние получается из того состояния которое береза справа вы можете править мы вы можете ошибаться даже вот когда заготавливаете эту атмосферу вы работаете над одной над второй на третьей картине и остались краски вы их не выбрасывать не ощущаете а просто можно сюда их разбрасывать по всему холсту я и такой и такой способ использует вот ствол готовый а вот ствол подготовленный белила умбра жженая умбра натуральная и еще вандик коричневый такие вот они достаточно похожи натуральный вандик а вот умбра жженая она потеплее и делаем такой замес на белила все смотрите ничего здесь нет ни масла не пенена не чуть просто и чтобы выдавили белила достаточно нормально и приходим сюда здесь как раз солнце упала на холст видите дискуссии все такое оно не мешает на наоборот помогает и мастихином выбирайте так желательно цвет попал прошлый раз так здесь у меня много теплого мы возьмем лучше холодного притерку так как у вас уже здесь много фактуры но еще по-своему играть так это индийская желтая для теплоты потому что вокруг желтые листья атмосфера теплая поэтому чуть-чуть добавим теплоты белила вот этот мне оттенок больше нравится чтобы сильно белый не был сложности второй березы отключается то чтобы она была максимально похожа на первую под тональность если большой перерыв в работе вы не смогли сохранить палитру ну тогда вот это вот и в этом не сложно лишнее поставить постепенно счищаете то есть убираем лишнее и пока мы не доберемся до кто на второй березы будем играть все вот сейчас тон уже уже потом они совпадают то есть не важно насколько они удачные сколько они соответствуют этот тон чтобы он соответствует первоисточнику или еще чем и чему-нибудь в данном случае более важно чтобы он был близкий к этому чтобы были две одинаковые березы как вы понимаете в одно и то же время в одном и том же в одной и той же атмосфере проверим то принципе он похож это такая достаточно приличная сложность если можно так сказать дальше мы начинаем делать вот такие вот мазки вот подготовлены все видите сюда убрать здесь он бро натурального мороженое я выбрал ван дик основным вот он основной будет уже до конца картина до завершения работы немножко с белилами чтобы не сильно черное было там у нас здесь хорошо вычищено вытерто и ниже так этой кистью вот этой будет простите эти мастикина мы начинаем вытерли взяли побольше и опять видите мы убираем белое убираем белило убираем убираем не полностью совершенно полностью не надо здесь нам надо убрать там где нам надо вот здесь у нас такие вот мазочки по стволу идут теперь чуть-чуть больше ван дик можно смазка зоны чтоб потеплее здесь вот видим что у нас потемнее такими вот движением то есть полностью как кора как будто здесь это темная часть коры не на там отслаивать про березу все все знают только изображать ее никто не умеет так хорошо видеть одним мастихином можно добиться вот таких вот особенно такого масштаба когда вы пишете ствол он не то чтобы совсем незаменим но это лучше что может быть для написания вот этих темных элементов березы и смотрим что докуда он доходит он досюда доходит вытираем делаем вот так а тут можно белая кора как будто заходит вот такими мазками лепим здесь край потемнее здесь край потемнее здесь потемнее вот так вот чуть-чуть вот чуть-чуть характерные такие здесь видите все мастихином делается он просто как вот для вот этой работы просто предназначен мастихин и смотрите вот здесь вот мы сделали такую как бы трещинка пошел на иди вот она такая изящная красивая трещинка то есть из таких моментов состоит вообще стол шкура березы да потом берем беленькая чист и вот здесь вот такой вот нахлюст создаем и мазочками мазочками продолжаем долепливать дальше мы вот вверху увидим такое конкретное черные черные формы вот вроде бы такой вот беспорядок налепили что ни попадя а потом постепенно начинаем все это что ни попадя приводить в порядок и лучше всего конечно смотреть на первый источник потому что там безошибочно все сделано однозначно идеально красиво и вот так потихоньку потихоньку смотрите приводим все это в такое гармоничное состояние вот так вот так опа вот это очень сблизка все очень хорошо видно вот такой вот маленький ролик вот так на примере вот этих двух элементов коры березы назовем да сильно умничать и мастихином можно потом уточнять чуть-чуть так вот здесь пятнышки такие чистые как коры белые из таких вот всех вещей из вот этого вот все больше никаких особо секретов и нету когда уже прописываете прорабатываете кору березы вот это я вам показал вот это я вам показал вот так вот фактурно изящно очень тонко вообще ниточки даже рисунок до состояния ниточки вот это можно научиться писать мастихином вот такие вот вещи и мастихин именно для написания коры деревьев любых и берез и других подходит как ничто лучше собственно говоря я считаю что мастихин очень интересный очень важный он такой же важный инструмент как кисть это совершенно два полноценных самодостаточных инструмента и по важности по исполнению по виртуозности мастихин в некоторых случаях особенно вот в этих вот посмотрите он любой кисти даст форму вот таким вот образом дальше я вам буду тоже показывать другие места по работе этой картины а вопросы задавайте именно конкретно вот я вам показал работу фактуру показал а вы вопросы задавайте конкретно по близко близко по теме вот этой вот работы и я буду вам отвечать не только комментариями а буду вам отвечать вот на практике вот такие будут ответы небольшие ответы а конкретные ответы на практике на практике данной работы здесь очень много тем очень много техник приемов очень много цветов разных в общем то я думаю польза от этого будет всем то есть дальше вот это вот все точно вот так вот дается пишется потом правится еще доделывается домазывается все вот так вот легко легко не легко интересно ниже именно нижнюю часть коры вот эту вот нижнюю часть коры я еще отдельно вам покажу там тоже интересно все друзья мои надеюсь было интересно по чуть-чуть но интересно пишите задавайте вопросы как раз по такой технике по этой картине можно задавать вопросы я сразу вам буду отвечать и показывать на практике все пока пока ставьте лайки удачи всего хорошего